привет ребята и мы с вами продолжаем разговаривать при прямоугольные треугольники а мы про них знаем уже многое но сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми отрезками которые еще называются пропорциональными пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике вот наша тема и так оказывается если вы в прямоугольном треугольнике построите еще одну высоту то есть не будем иметь ввиду катет и второй катет а именно высоту из прямого угла гипотенузе то тогда вы образуете сразу несколько пар подобных прямоугольных треугольников давайте посмотрим как это происходит мы из прямого угла b построили высоту bd здесь у нас тоже прямой угол до перпендикулярчик а к гипотенузе у нас получился во-первых прямоугольный треугольник который был abc 2 cbd который при высоте bd и третий прямоугольный треугольник а бд то есть вот 1 2 3 1 2 3 и тот изначальный который у нас был три прямоугольных но самое интересное да здесь даже выделено подобных треугольника то есть когда вы смотрите на эти треугольники вы сразу замечаете во первых у них 90 градусов 90 градусов везде одинаково во вторых если вы рассмотрите парочку dcb и abc вы увидите что угол c у них общий а раз общий значит одинаковый и значит уголочек который у нас маленький в маленьком треугольнички вот здесь вот остренький полностью совпадает вот с этим зелененьким уголочком если мы будем рассматривать треугольник adb и весь большой треугольник у нас получится они тоже подобные и тоже по двум углам один угол это прямой угол который мы и так знаем да высота это сразу 90 градусов а нам дает и вот здесь угол а он у нас общий для этих треугольников а это означает что у нас этот уголочек равен да что для треугольника adb что дарит для треугольника abc оставшийся уголок угол а б д совпадает с углом c в большом треугольнике abc что ж вот такие вот фигуры у нас образовываются но из-за того что они между собой подобны у нас выходит следующее соотношение и как раз это мы будем называть пропорциональными отрезками благодаря подобию этих треугольников которые только что назвала выявляются следующие закономерности во-первых а б у нас получается это наш катет большого нашего треугольника можно теперь найти с помощью а c это все гипотенузы и а д это катета вот этого треугольника в который у нас а б является гипотенузой другими словами а б в квадрате это а c умножить на а д но квадрат можно переиначить да в виде корня представить и тогда можно сказать что а б это среднее геометрическое между а c и а д между гипотенузой и отрезком гипотенузы который прилегает к нашему катету а то же самое посмотрите для б c можем сказать б c тоже является средним геометрическим всей гипотенузы и отрезка гипотенузой вот она cd который прилегает к нашему вот этому катету вот таким образом появилась еще одна формула и б д давайте тоже не будем огорчать не просто так мы ее рисовали на то трудилась наша высота из прямо у прямого угла а проведенная гипотенузе тоже это средняя арифметическая но уже самих отрезочков на которые она разделила гипотенузу то есть отрезок а d и отрезка dc перемножили корень посчитали и получили нашу искомую высоту bd что ж на этом в общем то тема и заканчивается будьте внимательнее старайтесь высоту строить правильно не забывайте что даже из прямого угла вы ее можете построить спасибо за внимание